Здравствуйте! В эфире прокурор в теме. И сегодня наша тема гарантии прав и законных интересов граждан, имеющих просроченную кредиторскую задолженность. Так, коллекторские агентства скупают у банков право требования долга, затем пытаются взыскать средства с должника, но часто действуют при этом грубо и жестко. Общественности хорошо известны сотни вопиющих случаев противоправного поведения так называемых коллекторов в отношении граждан, имеющих просроченную задолженность. Указанная деятельность является неприемлемой и недопустимой. Сегодня у нас в студии прокурор Октябрьского района города Самары Александр Ливыкин. Здравствуйте, Александр Александрович! Здравствуйте! И вот на эту тему давайте мы сегодня с вами и побеседуем. Но в начале нашей программы все-таки я предлагаю поговорить о нормативной базе, которая устанавливает именно ограничение деятельности коллекторов. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Начну с того, что правовое регулирование в указанной сфере у нас постоянно совершенствуется, в том числе на основании анализа тех жалоб и обращений, которые поступают у нас от граждан. Начну с того, что основополагающая цель закона – это защитить права граждан от неправомерного, незаконного действия коллекторов и незаконного давления. У нас уже с 2016 года еще действует федеральный закон номер 230, и хочу подчеркнуть, что название этого закона начинается с такой фразы – «О защите прав и законных интересов физических лиц при взыскании просроченной задолженности». Подтверждаем еще раз тезис о том, что самая главная цель всего созданного законодательного механизма – это защитить права граждан. Вносятся изменения практически ежегодно, с учетом, как я уже сказал, и жалоб, и обращений. Из последних редакций дополнения были касающиеся и дачи согласия на взаимодействие коллекторов с третьими лицами, с родственниками. В том числе регламентирован дополнительно порядок взаимодействия с гражданином. Ну, то есть личные встречи, звонки, насколько часто это можно делать. Это все в законе описано, описывается, то есть действия коллекторов у нас, по сути, должны, они уже четко регламентированы, и, соответственно, они должны действовать по строгому механизму. Но, однако же, на деле получается наверняка не так, иначе бы мы сегодня с вами не встречались и не говорили на эту тему. Так скажите, пожалуйста, кто же все-таки такие коллекторы, и на кого распространяется как раз действие федерального закона, о котором вы сейчас рассказали? Ну, как вы правильно подметили, абсолютно верно, нарушения, к сожалению, есть. По сути, не все коллекторы понимают свою правую природу, скажу так. Ну, по-простому, коллекторская организация – это своего рода финансовый консультант, посредник между должником и взыскателем. Его главная задача – участие в разрешении сложившейся, ну, зачастую обычно какой-то проблемной ситуации, потому что люди, к сожалению, прибегают к какому-то займу, особенно у микрофинансовых организаций, в случае возникновения каких-либо сложностей, будем говорить откровенно. Ну, непростой жизненной ситуации. Абсолютно верно. Поэтому их роль как раз и помочь разрешить эту ситуацию, даже когда у человека, допустим, нет какого-то имущества, их роль – напомнить о наличии долга, какое-то оказать, может быть, юридическое, даже не поесть этого слова, сопровождение, побудить человека все-таки либо устроиться на работу, либо обратиться еще, допустим, да, в какие-то организации, может быть, для того, чтобы трудоустроиться, и начать погашать этот долг, грубо говоря, да, чтобы исполнить свои обязательства. Речь не идет о том, что он должен погасить это вот ежеминутно, да. Но самое главное, чтобы должник, в данном случае, ну, будем говорить, гражданин, предпринял попытки и начал действовать. Абсолютно верно. Скажу, что коллекторской деятельностью у нас вправе заниматься только те организации, которые у нас внесены в государственный реестр. Например, этот реестр может каждый гражданин, любой, посмотреть, он есть в свободном доступе, в сети интернет, его ведет Федеральная служба судебных приставов, и на сайте Федеральной службы судебных приставов можно посмотреть этот реестр, увидеть, какие организации, если интересует какая-то конкретная организация, с которой пришлось столкнуться, можно выяснить, вообще она легитимно действует на территории Российской Федерации, либо нет. В этом списке, хочу, кстати, отметить и обратить внимание тоже телезрителей на то, что есть и организации, которые были исключены из этого реестра вследствие допущенных нарушений. Таким образом, можно увидеть, что организация была, но уже за какие-то нарушения была исключена. Вот вы знаете, слушая вас, я сейчас, знаете, о чем подумала? Вот вообще, как давно появились первые коллекторские агентства, и почему слово коллектор сразу вызывает именно негативное отношение, а посредник, вы сказали, это посредник между должником и банком, вот, ну, не вызывает, да, каких-то там негативных мыслей. Так вот, почему все-таки коллекторы, коллекторские агентства зарекомендовали именно себя, вот именно с такой негативной стороны? Были по этому предпосылки, да и когда? Ну, от себя, наверное, скажу, что мое мнение в любом случае, как мы с вами и говорили, негативная оценка именно коллектора, связанная, наверное, с тем, что взаимодействие с ним происходит, как мы уже с вами проговорили, в сложной какой-то жизненной ситуации, но и этой негативной оценке вообще, конечно же, способствовало действия этих организаций, потому что, когда был введен этот механизм, то есть на законодательном уровне закрепили, определили, что есть такие организации, которые как раз именно должны осуществлять это посредничество, вот этот термин, который мы с вами сейчас используем, да, более какой-то законный, легальный, понятный, многие организации расценили совершенно по-другому, да, и как призыв к действию, к сожалению. И зачастую использовали, ну, да, конечно же, мы все и в новостях, особенно ранее, когда начиналась их только деятельность, там, ну, какие-то выпиющие просто случаи были, и повреждения имущества, там, я не знаю, чуть ли не кто-то там забирал. Ну, и физическое расправо, да, жуткие вообще, ходили истории, да, как они действовали. Вот именно с учетом этой негативной, скажем так, складывающейся на тот момент практики, поэтому и постарались более детально регламентировать их деятельность, в том числе эта регламентация прописана у нас в законе, да, какие действия они могут совершать. Ну, а негативная оценка коллекторов, ну, как отвечает, наверное, ваш вопрос, в том числе мое мнение, ну, к сожалению, недобросовестная деятельность тех людей, которые в погоне за какой-то прибылью, да, получение процентов, к сожалению, люди, которые находятся и так в тяжелой ситуации, вот подвергались с их стороны такому достаточно жесткому, а порой и незаконным действиям, да, которые, в свою очередь, должны, вот как раз цель нашей встречи, я думаю, рассказать телезрителям, чтобы они знали, что они могут обратиться в правоохранительные органы, в органы прокуратуры, в службу судебных приставов, в случае, если возникают такие ситуации, чтобы все действия коллекторских агентств и конкретных их лиц, которые там работают, в случае, если они действуют не по закону, чтобы обязательно нашли они, чтобы этому была дана права и оценка, и обязательно были привлечены к ответственности лица, вот я считаю, это основное, тогда и будет. И не могу я с вами не согласиться, но вот скажите, пожалуйста, Александр Александрович, в праве ли кредитор передать долг коллекторскому агентству? Также подробно это у нас сейчас в законодательстве закреплено, данная возможность существует только если сам заемщик, кредитор, но кредитор общее понятие, это может быть и всем известные какие-то микрофинансовые организации, которые дают в долг, в том числе и банки, если есть согласие на это, прямое согласие у заемщика, более того, это согласие должно быть прописано в договоре, должно быть письменное согласие. Если в договоре этого нет, это не прописано, соответственно, деятельность, ну, передача этого долга будет считаться незаконной, за это также предусмотрена ответственность. В таком случае здесь нужно будет посоветовать обязательно подробно, очень внимательно читать договор, потому что, как правило, он пролистывается, подписывается в конце, и уж что может быть, да, серьезнее таких процентов, которые берут подчас и не читают договор до конца. Но вот могут ли коллекторы изъять имущество и наложить на него арест, выселить из жилого помещения, но, проще говоря, скажите, пожалуйста, расскажите, что имеют право делать коллекторы? Начнем сразу, да, чтобы обозначить полномочия так называемых коллекторов, что они могут делать. Начнем с того, что это не государственный орган, да, это коммерческая организация, деятельность которой регламентирована. Регламентирована. Поэтому какие-либо меры, принуждения, которые у нас предусмотрены, допустим, для службы судебных приставов, да, в федеральном законе, естественно, эти способы они не могут применять, даже этим полномочиям пользоваться не могут. То есть то, что совершается и делается в рамках исполнительного производства, коллекторские агентства, конечно же, делать не могут. И главная задача не принуждение, а метод убеждения, да. У нас, в принципе, достаточно подробно и описан, как я уже и говорил, порядок общения с, вернее, с заемщиком. Законом, допустим, предусмотрены различные формы взаимодействия, допустим. Это и личная встреча, и телефонный разговор, и направление каких-либо телеграмм, электронных писем по почте, почтовое отправление по месту нахождения должника или по месту его проживания. Но в данном случае есть ограничения. Личные встречи и телефонные разговоры с должником у нас, с гражданином, допустимы только в рабочее время, в определенные часы, то есть с 8 утра до 10 вечера, и в выходные дни праздничные, с 9 утра до 8 вечера. Кроме того, допустим, ну, всем известны случаи, когда осуществляются неоднократные звонки, да, человеку, который там, может быть, и на работе, и не на работе, они постоянно звонят и представляются там коллекторским агентством. Так вот, законом также ограничено количество таких звонков, не более раз, у нас не более раз в сутки шляются такие звонки, и не более двух раз в неделю. Всего это 8 раз в месяц получается, да. То есть, в принципе, взаимодействие очень так ограничено по времени. Сообщения по электросвязи допускаются два раза в сутки. Более того, все общение, в первую очередь, телефонные разговоры должны фиксироваться с помощью аудиозаписи, да. С чьей стороны? Сторону должника или... Со стороны коллекторского агентства, да, для того, чтобы можно было в каждом случае перепроверить и проверить, если поступят жалобы, что допускаются какие-то оскорбления, да, я уже не говорю про какую-то нецензурную броню, угрозы и так далее. Вот это сделано как раз для того, чтобы в разговоре все было зафиксировано, и потом можно было все это перепроверить. Ну, и это определенный сдерживающий фактор уже для самого сотрудника коллекторского агентства и для самой организации, да, потому что, когда полномоченный орган может проверить эти записи, соответственно, будет каким-либо доказательством. Вот давайте прям сразу разбираем эти моменты, вы будете меня, ну, как говорится, может быть, убеждать наших телезрителей заодно в обратном, потому что у меня сразу возникает очень много вопросов параллельных. Так вот, к примеру, коллектор позвонил, раз поставил телефон на запись, один раз нет. Да, у него зафиксированный разговор, что он поговорил с должником корректно, а второй раз он не поставил на запись и, ну, можно сказать, там угрожал и так далее и тому подобное. Как вот именно эту доказательную базу применять уже потом, когда человек пришел, к примеру, жаловаться в прокуратуру? В данном случае, конечно, есть, грубо говоря, хрестоматийный случай, когда он позвонил там с телефона, с городского, рабочего телефона, потом он попытался, да, проявить свою какую-нибудь инициативу, либо, я не знаю, по указанию руководства звонить там с других телефонов и так далее. Ну, здесь просто, скажем так, увеличивается количество проверочных мероприятий. Самое главное, если гражданин приходит и говорит о том, что у меня было столько-то звонков, мне постоянно звонят, ну, не проблема есть и получить самому гражданину, мы это разъясним, поможем, допустим, чтобы он получил саму распечатку телефона, звонков, откуда совершались эти звонки, и уже в ходе какой-то проверки можно получить объяснение и от коллекторского агентства, выйти физически, проверить, да, где это агентство находится, как организована там работа, с каких телефонов шляют звонки. По сути, конечно, вы правильно говорите, что не всегда это легко сделать, когда вот применяются в таком случае, да, когда пытаются недобросовестным. Ну, это чисто психологический прием, когда названивают по нескольку раз и тем самым заставляют и мотивируют, может быть, должников, ну, какие-то действия осуществлять по выплате долга. В случае, когда проверка такая проводится, ну, хочу сказать, тоже отметить, что, конечно же, со стороны проверяющих, особенно если это будет орган прокуратуры, обратят внимание на то, у кого долг находится, да, в работе, скажем так, у гражданина, если он обратился, если речь идет о конкретной организации, будет, естественно, очевидно, что звонки осуществляются с какой-то, с каких-то других телефонов, но явно в интересах этой организации. Поэтому, ну, нацелена проверка будет именно на то, чтобы именно подтвердить просто, что у нас коллекторское агентство пытается как-то обойти установленное ограничение и опять воздействовать, ну, недобросовестным каким-то способом. Скажите, пожалуйста, как вы осуществляете проверку? Вот, к примеру, поступила жалоба на коллекторское агентство, а вы, ваши сотрудники, выезжаете на место лично, внезапно, без предупреждения, либо это как-то осуществляется по-другому? Расскажите. Да, вы абсолютно правы. В данном случае, когда действительно вот нужно установить все обстоятельства, у нас осуществляется выезд, если это коммерческая организация, есть определенный порядок, мы уведомляем, соответствующее решение о проверке выносим. Мы можем вручить это решение, грубо говоря, в день проведения проверки, поэтому уже непосредственно у нас нет такой необходимости и ограничений, что мы должны знакомить их за неделю, за этот период, там, я не знаю, если уж там что-то они набедокурили совсем, они могут съехать с этого офиса. Нет. Физически выезжаем, более того, мы такие проверки выезжали, такие проверки проводили выездные, выезжали на место, изучали аудиозаписи, хочу более того сказать, прослушивали, изучали договоры, которые есть, на каком основании кредитная организация передала, привлекла этого коллектора, потому что выявлялись и действительно случаи, когда у нас коллекторское агентство работает с каким-то должником, с гражданином, да, а выяснив, у кого изначально, первоначально этот был долг, изучили договор, потом запросили, выяснилось, что на самом деле не давал он согласия на передачу своего, на передачу возможности взыскания, да, какой-то сторонней организации, в данном случае коллектору, у нас финансовая организация привлекалась за это нарушение. Вот, поэтому проверки проводятся, проводятся в том числе выездные, с изучением всех материалов, и вот как раз именно те ограничения, которые закон, у нас сейчас, закон, которые были внесены, дополнены, закон был дополнен вот этими ограничениями, они как раз, ну, позволяют проверку провести более результативно. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, ну ведь всем известны случаи, и мы с вами о них уже сегодня говорили, когда для возврата просроченной задолженности коллекторы звонят должникам, коллегам-должникам, родственникам-должников. Вот скажите, имеется ли запрет на совершение вот таких действий? Ведь родственники, может быть, руководства и не знают даже о долгах, да, и не нужно им это знать, это личное дело каждого человека, но вот тем не менее распространение информации идет. Вот мне кажется, что это 100% незаконно. Подтвердите мои мысли. Да, вашу мысль я подтвержу, абсолютно верно вы говорите, особенно если родственники третьей лица не знают об этом долге, конечно же, взаимодействовать с ними законам запрещено. Есть определенные случаи, они поименованы также в законе, когда, ну, допускается это взаимодействие, так же, как и с должником. В данном случае должно быть согласие, как минимум, самого заемщика, а также третьих лиц, родственников. Более того, отмечу, что если, допустим, гражданин по какой-то причине дал сначала согласие, он его может отозвать, то есть отказаться от исполнения этого соглашения, отозвать согласие, и тогда коллекторское агентство не вправе по закону каким-то образом беспокоить, взаимодействовать с родственниками, со знакомыми людьми и так далее, и сообщать об этом. Поэтому в данном случае, еще раз уже, чтобы у телезрителей тоже закрепилась эта информация, взаимодействие с родственниками, с третьими лицами, когда коллекторские агентства беспокоят, это незаконно, возможно это и допустимо в соответствии с законом, только в том случае, если получено согласие на взаимодействие с коллекторским агентством от заемщика и от этих третьих лиц, ну то есть родственников, знакомых и так далее. Вот вы знаете, мы с вами уже больше половины программы проговорили, но вот это все-таки как-то касается теории. Давайте перейдем к практике. Расскажите, пожалуйста, если гражданин уверен, вот все вышеперечисленное, о чем вы говорили, я тоже он это прочувствовал, испытал на себе, что делать? Обращаться? Куда? В какие органы? Как скоро это делать и как правильнее это сделать? Расскажите, пожалуйста. Еще раз в продолжение вашей мысли до этого, которую вы очень правильно озвучили, я поддержу, да, сначала перед рассказом о том, куда обращаться, я все-таки еще хотел обратить внимание, что при получении каких-либо займов, обращения в микрофинансовые организации, обязательно необходимо сохранить договор, да, потому что наличие этого договора, скажем так, позволит более тщательно провести проверку и защитить впоследствии права, если они будут нарушаться, права гражданина. Обязательно его сохранять. Второе. По поводу обращения за защитой нарушенных прав. В зависимости от ситуации, если мы говорим о том, что шляются какие-то телефонные звонки, да, очень часто, беспокоят. В данном случае, ну, мы посоветуем обратиться как в орган прокуратуры, так и в службу судебных приставов, потому что в службу судебных приставов есть специальное подразделение, которое осуществляет контроль за деятельностью коллекторских агентств. И органы прокуратуры также в данной работе активно участвуют. И в случае, если есть сведения о нарушении прав, граждан нарушения 230-го федерального закона, вот, который мы с вами говорили, конечно же, нужно обратиться в орган прокуратуры на приеме. Мы ситуацию выслушаем и примем либо письменное обращение, поможем написать, и начнем соответствующую проверку. Но это я сейчас сказал в случае, скажем так, назойливых телефонных звонков. А вот перейдем... Да, можно прямо вот секундочку вставить небольшую ремарку, да бог с ними, с назойливыми звонками. Сейчас все продвинутые пользователи мобильных телефонов занес этот телефон в черный список. А если ходят? Если приходят и приходят, и нарушают покой? В данном случае, если просто приходят, пытаются звонить, беспокоить, стучать, ну, в рамках каких-то... В любом случае, в рамках отсутствия каких-либо угроз пока, мы говорим все-таки об административной ответственности. Вот я хотел перейти. Если же мы все-таки говорим о том, что люди не просто звонят, да, а приходят домой, звонят, угрожают, используют какую-то нецензурную брань, оскорбляют, ну, и уже совсем, если мы говорим, переходим к тому, что пытаются каким-то образом, там, я не знаю, испортить имущество на автомобиле, или еще на чем-то краской написать, или еще чем-то, про угрозу жизни, это отдельное вообще, да, скажем так, отдельный случай, но вот когда речь идет уже о покушении, скажем так, на имущество, на здоровье, конечно, здесь еще и в орган прокуратуры обратиться, и в орган полиции мы можем, можно обратиться к нам, мы в данном случае правоохранительные органы подключим, то есть полицию, потому что, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью, повреждении имущества, у нас для коллекторских агентств нет какого-либо исключения, они все, их действия, их должностных лиц подпадают под действия уголовного кодекса, поэтому, если они совершают вот действия, о которых мы с вами сейчас говорим, либо пытаются их совершить, то здесь, конечно, безусловно, надо давать оценку в уголовно-правовом поле их действиям, обязательно, потому что есть статьи и 119-й угроза убийством, ну, повреждение имущества, у нас тоже предусмотрена ответственность уголовная за это, поэтому, если вам там портят дверь, ее, там, не знаю, жгут, портят машину, ну, уж не дай бог, конечно, угрожают жизни и здоровью, пытаются каким-то образом физически воздействовать, обязательно и в прокуратуру обратиться, и в полицию, можно в прокуратуру, мы организуем соответствующую проверку, в том числе, силами отдела полиции. Скажите, а вот сейчас граждане обращаются именно вот с такими просьбами, о которых вы именно сейчас только сказали, с серьезными покушениями на имущество, жизнь, угрозу жизни и так далее? Ну, скажу на примере Октябрьского района, да, таких случаев все-таки радует их меньше, в основном есть случаи, когда все-таки используют именно в телефонных в СМС-сообщениях оскорблений, нецензурную брань. Вот это мы в своей практике встречали, соответственно, проверки проводили. Вот про угрозу именно, или даже не угрозу, а переход к реальным действиям в плане совершения каких-либо насильственных действий и повреждения имущества, порчи имущества, когда его действительно там совершили, такого пока не было. Вот, поэтому сейчас вот эти случаи, пока мы в нашей практике вот за последний год не было, насколько мне известно, поэтому остаются в основном именно вот такие телефонные нарушения и допускают, конечно, и оскорбления. Вот. Хорошо. Александр Александрович, подводя итог нашему сегодняшнему с вами разговору, все-таки какой вывод нужно сделать гражданам, если они все-таки являются должниками, и у них есть просроченная задолженность, что все-таки вы посоветовали бы сделать? Ну, конечно же, гасить долг, это все ясно, но вот тем не менее обезопасить себя от незаконных действий коллекторских агентств, пожалуйста. В первую очередь, как я уже говорил, хотя бы найти, поднять и посмотреть договор, в соответствии с которым вообще задолженность эта появилась, да, займ, который был, что в этом договоре написано для себя, понять, прочитать, особенно мелким шрифтом, что можно, что нельзя, выяснить, какая организация, если они не представляются, никак попытаться выяснить в телефонном разговоре, проверить на сайте, в сети интернет, на сайте службы судебных приставов в официальном реестре, есть ли эта организация у нас в списке, есть ли у нее разрешение, да, от государства осуществлять эту деятельность. Уже после вот этих действий и манипуляций, уже понимать и строить свой план действий, если действие, если организация у нас законная, есть в реестре, ну, тогда с ней взаимодействовать все-таки проще, вот, а если организации в списке нету, и они какие-то используют, ну, явно уже не доставки, дозволенные способы убеждения, в данном случае все-таки надо обращаться и в орган прокуратуры, и в отдел полиции, и чем раньше, тем лучше, чтобы информация о том, что в отношении вас поступают угрозы какие-то, чтобы она сразу уже была предметом проверки. Вот совет такой, достаточно простой. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в Тиме», а сегодня был прокурор Октябрьского района, города Самара, Александр Левыкин. Благодарю вас. Спасибо. Ждем в студии снова. Всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин